Привет друзья. Сегодня рассмотрим изготовление вот такого орнамента. Модель можно скачать, ссылки в описании к видео. Чтобы не пропустить новые видео подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик. Приятного просмотра. Создаем новую деталь. Создадим новый эскиз на плоскости. Создадим плоскую поверхность диаметром 200 миллиметров. Перетаскиваем на поверхность наш референс и выравниваем его по нужным габаритам. Теперь создадим завиток. Создаем эскизы на плоскости и обводим наружные и внутренние грани завитка. Вытягиваем плоскость по внутренней грани на 2 миллиметра. Выбираем трехмерный эскиз и создаем несколько отрезков вдоль кривой. Делаем их перпендикулярными к поверхности и выравниваем по своему усмотрению. С помощью инструмента поверхность границы создаем поверхность по всем отрезкам вдоль кривой. Выбираем трехмерный эскиз и создаем центральную грань. Выравниваем ее по своему усмотрению. Выбираем трехмерный эскиз и сплайном. Создадим формообразующий для наружной поверхности завитка. Выравниваем их по своему усмотрению. Выбираем трехмерный эскиз. Дублируем грань и отсекаем ее крайней формообразующей. С помощью инструмента поверхность границы создадим поверхность по выполненным эскизам. Выбираем трехмерный эскиз. Сплайном создадим формообразующий для внутренней поверхности завитка. Выравниваем их по своему усмотрению. С помощью инструмента поверхность границы создадим поверхность по выполненным эскизам. Выберем трехмерный эскиз. Дублируем грань и отсекаем ее крайней формообразующей. Создаем поверхность с условием касательности к граням. Шиваем и отсекаем поверхности. С помощью инструмента заполнить поверхность создаем торец и нижнюю поверхность завитка. Сошьем поверхность. Отметим галочкой создание твердого тела. Один завиток готов. Теперь сделаем остальные завитки. Создаем направляющие и формообразующие. По ним создаем поверхности. Затем поверхности сшиваем и отсекаем все пересечения. Создаем нижнюю поверхность. После чего сшиваем поверхности с условием создания твердого тела. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, все завитки готовы. Теперь сделаем маленькие листочки. Создадим новый эскиз на плоскости. Сплайном обведем грань, упирающуюся в нижнюю плоскость. Выберем трехмерный эскиз. Создадим сплайн и расположим его в пространстве так, чтобы он был выше завитка, как показано. С помощью инструмента поверхность границы создадим поверхность по выполненным эскизам. Грани на нижней плоскости укажем условия перпендикулярности. Создадим новый эскиз на плоскости. Обведем контур листка по верхней границе. Продолжение следует... Отсекаем лишнее. Создадим новый эскиз на плоскости. Сплайном обведем нижний контур листка. С помощью инструмента поверхность границы создадим поверхность по эскизу и грани поверхности. Скроем все, что мешает, и создадим поверхности, чтобы листок стал замкнутым. Сошьем поверхности, отметим галочкой создания твердого тела. Сплайнами на поверхности прорисуем отдельные лепестки. С помощью инструмента линии разъема отделяем поверхность. Выбираем инструмент свободная форма и придаем поверхности любую форму на ваше усмотрение. Делаем тоже для двух других лепестков. Скруглим грани на ваше усмотрение. По такому же принципу сделаем второй листочек. Продолжение следует... 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 Создадим плоскость над листком и создадим эскиз на этой плоскости. Сплайном обведем вырезы на листке. Выполним вырез с условием на расстоянии от поверхности как показано. Пришлось сделать за два раза так как поверхности разные. Скруглим грани на вырезах. Скруглим грани на краях листа. Выберем трехмерный эскиз. На краях листа продублируем грани получившиеся в результате скругления. С помощью инструмента основания по траектории создадим цилиндрические тела вдоль наших кривых. Вырежем из листка эти тела. Выполним скругление. Лист готов. Второй листок можно сделать индивидуально, а я с помощью инструмента переместить копировать тела скопирую готовый лист. С помощью инструмента масштаб увеличим листок по оси Y. Листы готовы. Осталось сделать цветки. Создаем первый лепесток по принципу пищи. Первых листочков. Создаем 3D эскиз. Сплайнами создаем кривые как считаем нужным. С помощью инструмента поверхность границы создадим поверхность по выполненным эскизам. На плоскости создаем эскиз и сплайном обводим лепесток. Вытягиваем его до поверхности и скругляем грани. Выберем трехмерный эскиз. Создадим линию в середине цветка. Зададим, что это линия ось. С помощью инструмента круговой массив создадим остальные лепестки. Скорректируем первый лепесток так как нас устраивает. Откатим дерево построения до первого лепестка. Сплайнами на поверхности отделим поверхности инструментом свободная форма, придадим лепестку более интересный вид. Продолжение следует... Появляет лепесток. Появляет лепестка. Появляет лепестка. Появляет лепестки. Продолжение следует... Объединим все лепестки. Теперь вырежем сердцевину. Создадим плоскость посередине цветка. На этой плоскости создаем эскиз и сплайном прорисовываем геометрию сердцевины как считаем нужным. Делаем повернутый вырез и скругляем острые грани. Цветок готов. С помощью инструмента переместить копировать тела скопируем цветок и выполним его масштабирование. Продолжение следует... Развернем цветок по своему усмотрению. Скопируем маленький цветок и развернем по своему усмотрению. Сделаем все элементы видимыми. Выберем все цветки и поднимем их над листами. Создадим новый эскиз на плоскости, продублируем контур нижней поверхности цветка и вытянем его до цветка. Тоже сделаем для остальных цветков. Сделаем кольцо видимым. На гранях кольца выполним скругление. С помощью инструмента основания по траектории создадим цилиндрические тела вдоль получившихся после скругления граней. Вырежем из кольца эти тела. Выполним скругление по своему усмотрению. Объединим все тела в одном. Создадим новый эскиз на плоскости. Продублируем наружную кромку кольца. Создадим дно орнамента вытянув бабушку. Орнамент готов. Спасибо, что посмотрели до конца. Модель можно скачать, ссылки в описании к видео. Чтобы не пропустить новые видео подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok